Не устаю изумляться нашим ток-шоу и вообще нашей информационной палитре, которая, похоже, вся уже сводится к тому, чтобы вешать нам лапшу на уши. Как востоковед и арабист и человек, проживший в Сирии и в Ираке, и писавший диссертацию на тему политических режимов Сирии и Ирака в послевоенный период. Я совершенно иначе вижу картину происходящего. Произошли взрывы в Брюсселе. И сегодня все усилия аналитиков, политологов, ведущих ток-шоу, все направлены на то, чтобы изучить, какие надо ставить рамки, как надо организовать работу спецслужб, правильно ли она организована, как нам обмениваться опытом между Россией и Западом. Разговор совершенно идет не о том. Нам надо говорить о том, что сорвавшийся с цепи вот этот вот ИГИЛ – это явление цивилизационное, это явление абсолютно новое. и я бы даже сказал, что это нечто масштабное, грозное и стремительно поднимающаяся некая волна, которую надо очень правильно оценить, иначе любой ответ неадекватный будет не просто бесполезен, он будет вреден. С чем мы имеем дело в лице ИГИЛ? Мы имеем дело с успешной попыткой соединить необольшевизм с радикальным исламом, с радикальным исламизмом. Конечно, ислам не радикален, но радикальный исламизм – это дело вполне конкретное. Это гигантская социальная новая доктрина, обращенная с призывом ко всем неимущим, ко всем угнетенным, ко всем оскорбленным. Прежде всего, конечно, на Востоке, хотя и западные люди охотно реагируют, потому что и на Западе полно несправедливости, полно мерзости. И вот эта мерзость и несправедливость толкают людей в объятия ИГИЛ. Речь идет не о сотнях тысячах, не о какой-то шайке разбойников, речь идет о миллионах и даже о десятках и сотнях миллионов. Завтрашний день ИГИЛ – это действительно гигантское такое квази-государство, которое будет охватывать просторы от Индии до Юга Африки, а может быть и перетечет, естественно, перетечет, наверное, частью своей в Европу. Соответственно, если у ИГИЛ три вектора основных – это идея золотого века арабской нации, халифата, с одной стороны, с другой стороны – это идея социальной справедливости и социального государства, необольшевизм, а с третьей стороны – это попытка ответить на вопрос о сочетании религиозного уровня с уровнем светским. То есть, по сути дела, это в исламском изложении светско-религиозный проект. То ответ должен быть ровно таким же. Он должен быть как минимум таким же, а в лучшем исполнении он должен быть выше. Соответственно, в условиях падающей, гниющей западной цивилизации, которая выглядит сейчас для ИГИЛ плодородным полем, которое надо просто засеять конспирологией, засеять сетями соответствующими информационными, засеять собственной пропагандой и агитацией, на этом фоне у нас нет единого шанса. У России тоже нет в этом плане много шансов, потому что мы должны понимать, что та общественная модель, тот алгоритм, по которому мы сейчас развиваемся с олигархами, с коррупцией, с продажными чиновниками, с некомпетентностью, с отставанием в экономике и так далее, не буду все это перечислять, все всем известно. Этот алгоритм обречен, ибо мы представляем собой ухудшенную копию, ухудшенную версию западной модели развития. Задача одна. Я думаю, что Господь попустил возникновение ИГИЛ с одной только целью. Западный мир практически обречен в этом смысле, и никакие меры, никакие обмены информации между спецслужбами этого потока не изменят. Пальцем в воду не остановишь. Речь о-то совершенно о другом. Сейчас срочно надо в России, уж не знаю, на базе ли изборского клуба, или на базе сотрудничества изборского клуба с другими организациями и общественными инициативами, которые давно уже на протяжении десятилетия занимаются разработкой парадигмы русского мира, собственной, если хотите, светско-духовной платформой, собственным пониманием вот этого исторического вселенского явления, русский мир, как явление миротворца, удерживающего мировое зло. Наконец, с собственным представлением о географии этого пространства. Это все сейчас надо объединить и выстроить альтернативную парадигму. Парадигму, которая благодаря православию будет духовно выше и, соответственно, сильнее, крепче, мощнее, пассионарнее, острее, чем та парадигма, которую мы видим в лице ИГИЛ. Вот куда надо сейчас перенести плоскость наших поисков, наших раздумий. А не пытаться мелочевкой, какими-то склоками, какими-то низкопробными рассуждениями, повинуясь уж не знаю чьей воле, может быть, даже воле тех же самых кругов, которые и породили ИГИЛ, не пытаться остановить пальцем воду. Не остановишь, невозможно. Но этот вопрос требует, конечно, отдельного, особого обсуждения. Все для этого готово. И единственное место, где может действительно подняться встречная волна нового социального проекта под названием «Возрожденная Россия», этим местом является Москва как Третий Рим, как последняя удерживающая сила на Земле.